Показываешь глазок, вартеры уже начинают действовать, предпринимать и хитреньку попробуем исполнить. Всем привет, с вами Хоккейсик. Конечно, мы не можем просто так отпустить Матвея Мечко, вы увидите с ним не одно видео, это второе видео Матвей. Снова привет, я не знаю когда там ребята это видео увидят. И сегодня мы будем обучаться, обсуждать буллиты. Как у тебя буллиты? Нравятся тебе буллитики? Слушай, ну мы сейчас обязательно ставим нарезку, когда Матвей один из тех, кто приложил руку в качестве буллитера, когда мы вышли в плей-офф медийной хоккейной лиги. Ты там так раскачал, там даже я на скамейке ушел в сторону. Вот. Поэтому давай расскажем. Сколько у тебя вообще вариантиков? Вариантиков? Да на самом деле в голове много вариантов. Просто когда выходишь на лед и тебе предстоит бить буллит, желательно держать в голове один вариант, который ты будешь исполнять. Потому что обычно бывает, когда ты поехал и у тебя много вариантов крутится в голове, обычно это ни к чему хорошему не приводит. У тебя есть один вариант, дальше смотришь на вратаря и как бы стараешься выполнить этот вариант по возможности. Если вратарь хитрит, то конечно можешь что-то другое сделать, но лучше делать то, что у тебя в голове задумал. Интересно. Ну и желательно смотреть на вратаря, потому что в вратаре тоже бывают люди хитрые, они бывают клюшкой, играют раньше времени и у тебя твой вариант сразу сгорает и приходится с позором уходить со льда. Так, спортсмены, небольшое объявление. В моем телеграм-канале сейчас проходит розыгрыш летнего набора для хоккеиста, который нужен всем. Шайба для дриблинга, мяч для дриблинга, синтетический лед и тренажер-змейка. Поэтому залетай в мою телегу и принимай участие и будь в форме даже летом. Выбрал вариант, начинаешь движение. Ну, если какое-то исключение, начинаешь выполнять план «Б». Вот ты с Владимиром Анатольевичем уже чуть-чуть поразминался. Сейчас ты, когда будешь исполнять буллит, какой у тебя вариант в голове против него? Ну вот мы сейчас с ним разминались, били буллит и я на самом деле ни разу не исполнил тот вариант, который сейчас буду бить. Вот поэтому думаю, что пройдет. Ну, я думаю, да. Ха-ха-ха, хитрец. Посмотрим, что-то уже разминается, сейчас посмотрим, на что разминается. Главное не перегореть. Ну все, все, вот это будет интересно. Ну давай. Ну сейчас так, просто. Ну это база. Это база, да. Это база, это поменять направление, взять в центр и туда ее... Это база. На щитрочку. Это база, да. Сейчас хит-хитренькую попробуем исполнить. Матвей, ты вот, я всем говорю одно, только без фанатизма. Не-не-не. Я всегда переживаю, только без фанатизма. Сейчас посмотрим, пройдет, нет, хитренькая какая-нибудь. Давай. Подлёдная. О! И я сейчас вспоминаю, напомню, по-моему, первый раз ты это тоже прокрутил в плей-офф МХЛ, по-моему, да, за 19.46 или где-то вот... Это первый матч у меня в Сочи был, я бил буллитную серию против Акбарса. Ага. Первый буллит я забил Белялову, под блин бросил, а второй вариант, получается, я раскатился, ну, начал убирать на одну руку, начинаю пускать, и он на душа его сел и не забил. А потом следующим буллитом Александр Радулов забил, и мы проиграли эту игру. Ага. Ну, это очень хитрый буллит. Слушай, по-моему, я, Матвей, могу, конечно, сейчас что-то ошибаться, но почему-то у меня сразу, вот я и увидел, и почему-то мне казалось, что ты еще то ли за 19.46, то ли за сканеву где-то такой исполнил. А, вот, точно. Вот, я пошипомнил, да. За сканеву я так забивал точно. Да, я пошипомнил. Вот тогда мы и выиграли игру, да. Да, 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 да. Тогда мы и выиграли игру, да. Это хитрюга. Хитрюга. Тогда. Ну, окей. У нас был базовый, и один буллит ты там вправо-влево напоказывал, и хитрый. Вот. Есть еще у тебя что-то? Да можем пробовать. Ну, давай даже вот, ну, да. Левый квад, справа закатывай? Ну, слушай, да, да, давай. А слева закатывай? Ну, хочешь попробуй, давай слева закатывайся. Нет, давай, сейчас даже дело не слева. Почему и справа закатывай? Интересно, да, именно твое. Потому что ты все время справа закатываешься. Не, не все время, просто когда слева закатывайся, я не забиваю обычно. А когда справа закатываешься, у тебя, в принципе, ты убираешь шайбу на удобную. Угу. И у тебя больше вариантов и убрать ее на неудобную, бросить сразу, либо дальше с паузы сделать, и убрать на удобную, уже с удобной поднять. А когда так закатываешься, у тебя, в принципе, вариант только, ну, наверное, на неудобную убрать и поднять. Но если вортарь, как бы, грамотно сыграл, то он шайбу поймает. Ну, все, в общем-то, логично, что леворуки, как правило, там 9 из 10, 99 из 100. Нет, ну, можно тоже попробуй слева закатиться, хитренько попробовать. не знаю прокатит но слышно это слева на на у нас только як я то что есть такого видел да 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 як там все время своими кистевыми пробу ай то что дано перемещение то чего наверное бросок показать там либо сбросить уже если он сел тут что-то уже делать приду окей ну что сушить давай копнем вот в этот твой хитрый будет который ты до этого показал когда ты там пропихнул в домик одной рукой вот очень интересно с точки зрения что ты видишь что ты делаешь чтобы освободить это пространство в общем как это вообще сделать но я думаю что ключевое это дистанция с разорем закатиться вот с этого и где-то ближе уже к усам двигаться вот сюда вот и натягивать шайбу чтобы он думал что буду бросать пускать ну и тут обычно у него нога открыта он обычно садится ты же на эту ногу садишься да вот это стоит нога получается и вот ну можете и вот вот в это место вот этот треугольник желательно шайбу одной рукой протащить клюшка обычно вот здесь вот и то есть после чего сюда он начинает так делать садится если вот желательно вот сюда и туда проталкиваешь и и все то есть очень внимательно следишь за перемещением да как он сел тем об домик но он как садится до ногу сразу стараешься как можно быстрее запихнуть ее вот этот треугольник пока он ту ногу не положил и не сел вот так вот в домик не сложился вот ну бывает проходит бывает успевают садиться с хоккей понятно вот 10 из 10 за обе лавок я вот так же ему раз он в домик сложит нет не успевал сложиться я ему просунул и он получается вот этой ногой прям на шайбу сел а вот и она не прошла он ее поймал вот так вот примерно до выглядел только еще ближе туда к воротам вот поэтому поэтому нужно все делать так чтобы все проходило всегда а для этого надо что тренироваться тренироваться все верно слушай а вот этот твой второй bullet тоже да ты заходишь со стороны и вот раскачиваешь помню да это живу вспомним против хк-10 давай попробуем там что-то там она показывал так вот чудо сейчас вратарь вам поддался мне ну я понял то есть вы также выезжаешь со стороны показываешь под неудобную меня просто ключевого просто вкатиться сюда также раз может показать если вратарь ничего не сделал но если так сел то можно на неудобно убрать а можно туда туда убрать и вернуть сюда тут уже принципе даже если он поймет что буду делать тут будет время завести вот та защиток он может не успеть как это за медиалиги было он в принципе это правильно все сделал просто это место было где-то ну чуть-чуть место чтобы как раз для шайбы просто твои руки оказались быстрее его движения я просто с мясом уже заводил туда вместе с щитком но прошла шайба успела опять же это все дистанция поправь меня вот ты хорошую фразу сказал хочу просто на этом расставить акценты ключевое чтобы ты не делал ты говоришь самое главное показать бросок да там чтобы вратаре сделал движение ну я думаю да потому что все равно когда движение делаешь допустим показываешь бросок вратарь уже начинает какие-то действия сибири предпринимать и как-то старается уже действовать как бы и дальше уже отталкиваешься от действий вратаря своришь на него и принимаешь свое самое наилучшее решение которое у тебя есть голове и делаешь его как бы понимать то есть но сердце любит им сел ты можешь на неудобного брать если он не садится можешь ему бросить вот под блин ваш 15 есть но все равно нужно смотреть на вратаря и отталкиваться от него а потом уже думать какие у тебя есть варианты в голове и выбирать самый лучший если по тебе ты все-таки больше тебе нравится обыграть либо броском завершить буллит на самом деле мне просто нравится забить голову вообще без разницы а как это будет сделано вообще без хоть и там шайба сорвется зайдет я думаю ну все я забил слава богу голубо двигаемся дальше да но отлично поэтому особо не ну конечно приятно пересматривать свои буллит когда забил красиво но но когда допустим ситуация это не позволяет делать к примеру очень важный момент ответственно то лучше все таки я предпочту просто выехать и сделать от простого забить гол чем же где там буду как-то красиво потом еще не получится кажется там пижон или тому подобное поэтому лучше вот то есть что-то лучше это сделать надежно качественно вот и неважно красиво некрасиво про забить гол от простоты слушай а что может быть из-за интересного там за последний сезон либо пару сезонов ты там много с кем встречаешься с нашими профессионалами ты подчеркнул именно с точки зрения буллитов может быть кто-то тебе совет какой-то интересный дал либо ты что-то интересное подглядел и потом применил это было там да я думаю да было на самом деле сколько сколько хоккеистов столько и фишек у всех фишки разные вот и у всех можно чему-то научиться и что-то подчеркнуть для себя вот играл с никитой гусевым ска тоже очень хорошо бил буллиты и мне всегда было приятно наблюдать за тем как он их исполняет вот мастер он вообще практически каждый будет что в игре штантировки забивает поэтому всегда приятно даже просто садился даже мог буллиты не бить и наблюдать за тем как он исполнять эти буллиты как бы ну такого меня никогда в жизни было обычно самому мне нравится ведь буллиты и там не смотреть на на того человека то есть понятно тут прям ну восхищен был его буллитами и что-то для себя подчеркнул как бы и он еще сказал пару пару нюансов как он бьет буллиты вот но его в нюансы если захочешь сам рассказать не буду окей но это вот эта траектория нам же крутина да немного рассказывал он по большому счету вот то что поправь я могу сейчас точки зрения дилетанта рассуждать также он там берет только слева направо и также смотрит вот этот вот уголочек местечко но гусев не будет до но он да но он очень умный хоккеист очень грамотный он тоже очень здорово держит дистанцию и очень вовремя бросает шайбу когда вратарь еще либо не готов либо он показывает и выбирают в принципе тактика такая же просто исполнение исполнение намного выше остальных игроков да да там уже в космосе в твоей карьере до сегодняшнего дня какой был самый значимый буллит был ли такой самый значимый ну знаешь что может студенту финал или нефинал да ну да какой-нибудь вода может кого-нибудь важный матч за сборную когда играли я не думаю что прям такие грандиозные какие-то важные матчи были с буллитами обычно до сера все заканчивалось либо выигрывали проиграли поэтому я думаю что еще все впереди вот но условно когда выходишь на буллит в любом случае как бы ты не хотел не переживать ты все но переживаешь есть мандраж просто главное сохранять ту уверенность и спокойствие не показать это на людях как бы и не показать вратарю что ты переживаешь как бы тоже ты должен просто делать вид что ты уверен себе и где-то в глубине души внутри себя тоже чувствуете эту уверенность перед вратарем и тогда ватарь думаю будет чувствовать то что уверен себе и тысячи действительно выйдешь на буллит и исполнишь что-то что ты хотел и забьешь свою голову поэтому а если там выйдешь конечно руки трясутся вратарь видит он конечно мы чуть-чуть в общем маленький мандраж это нормально но не поддаваться панике да просто нужно держать всегда у себя в голове то что на этом буллите жизни заканчивается и всегда есть чему двигаться было и будет чему двигаться и просто нужно быть ну сделать то что ты умеешь получится не получатом как будет там как будет такой да главное там ну и опять же повторюсь что если это финал то просто сделать от простого тела то что ты умеешь не нужно что-то выдумывать это как-то красиво некрасиво потому что но это неправильно вот и для команды и для себя то что по-пижонски но если забьешь опять будешь король а если не забьешь что просто ну это тоже но все красиво шансиков то будет поменьше если я дам начинаешь выпрыгивать и штанов на булите я думаю что надеюсь вам не надеюсь вам это точно было полезно матвей еще раз себе большое спасибо ну что сразитесь владимир анатольевич серии увидите эту зарубу на втором канале спасибо за просмотр хоккей сердце